всем привет сегодняшнем видеоролике хочу подвести итог эксплуатации своей мото собаки компании extreme motors на моем канале есть ряд видеороликов про данную мото собаку ссылочки на все видео я оставлю в описании в подсказках правом верхнем углу экрана данную технику я собирал своими руками покупал kit комплект покупал отдельный комплектующий двигатель вся сборка выполнена по уму делал для себя старался вкладывал душу так как зима у нас в этом году была очень суровая связи мы практически простояли морозы за 30 и выше поездить пришлось немного до нового года я покатался на рыбалке раза 3-4 съездил в целом мнение о технике у меня сложилось положительное как мото собака классическому и варианте очень хорошо данная техника себя показала за счет большой звездочки тянет очень много груза тянет меня в санях плюс еще сзади цеплял снегоходные сани четыре взрослых человека с вещами по накатанной дороге тащит как будто даже там зад никто и не сидит техобзор на данную технику я уже снимал но еще раз вкратце пробегусь в чем уникальность конструкции данной мотособаки в первую очередь компания extreme motors ассоциируется в большинство любителей мотособак с тележками оригинальной конструкции в которой быстро меняются подшипники которые не переворачиваются которые не забиваются наледи не забиваются снегом при теплой погоде конструкция подвески практически пустая снегу задерживаются негде даже если где-то вот я в налить пару раз попадал пробиваешь палкой насквозь там пошурудил всего вылетела в этом конечно очень не понравилось тележки не переворачивается при правильной регулировки гусеницы при правильном ее натяжении как я поступал сначала я все собрал поехал хлоп хлоп у меня смотрю тележки начали переворачиваться я гусеницу слегка натянул поездил смотрю опять там раз перевернулась натянул ее снова смотрю все перевороты исчезли и вот таким методом научного тыка настроился я подвеску прыгаю по каким-то ухабам проблем теперь нет через бревна там перескакивал все отлично работает единственный недостаток данной подвески это она добавляет валкости и без того валкому мотобуксировщику подвеска так работает она как бы мягкая но в то же время если где-то будешь по каким-то уклоном ездить конечно валкости прибавится но суда не что не мешает поставить обычные бурановские тележки кому эта валкость мешать будет то есть ставим обычные бурановские и имеем веками отработанную конструкцию также сюда я поставил вал с колесами поддерживающими гусеницу от провисания что также добавляет пространство и как бы снегом меньше все это дело забивается что понравилось в подвеске все оцинковано металл тройка вот эти уши ничего не погнулось никуда все как бы в порядке валы оцинкованные звездочки качественные подшипники хорошие стоят катки стоят хорошие широкие к этому претензий нет экстрим мотор запчасти делают очень хорошие натяжение гусеницы с помощью пластины у меня легко и просто все это дело натягивается два болта ослабляем натягиваю доступно в любом месте подтянул без проблем теперь о раме мотобуксировщика рама открытая также все пролетает вылетает без проблем оцинкованная специально заказывал цинковку для себя здесь стоят усилители уголки вперед сюда вот я тоже поставил такие пластины которые усиливают общую конструкцию рамы пластины эти клепаются на стальные заклепки держится на болтах также стоит вот защита цепи в целом рама данной мотособаки на мой взгляд слабовато слабовато в каком плане вертикальные нагрузки она держит без проблем тут хоть сколько навали ничего и не будет но если где-то удар какой-то допустим влетел в какое-то бревно или в забор то раму может сыграть придется ее править была у меня ситуация я на нем прилично кувыркнулся и раму у меня немного сыграла то есть получается передняя ось как бы чуть-чуть в сторону у меня ушла что я сделал я снял тележки все ее просто выправил выдавил обратно все ровно сделал уголком промерил и обратно все собрал как бы с этим особых проблем нет плюс поставил эти усилители немного позже и я думаю сейчас вообще проблема это должна быть исчерпана но для себя нужно знать что по каким-то там деревья шибать на нем не будешь то есть есть нужно с умом по накатным дорогам таскать груза возить себя на рыбалку из рыбалки вместе с друзьями эта техника именно для этого мотособака классическая у нее нет проходимости по глубокому снегу особый хотя на мой взгляд вот этот именно мотобуксировщик идет чуть лучше чем тему то собаки какие у меня до этого были этот идет мы мерили примерно 40 50 сантиметров пухляка в данном снегу он еще есть вот этим не понравилось здесь также имеется у меня ручка всегда можно его развернуть поднять там перетащить куда-то опять же все в цинке все сделано на века по двигателю двигатель покупал отдельно напрямую от поставщика 459 кубов ланчин в лошадях примерно 17 18 лошадиных сил специально взял без стартера максимально простая конструкция заводится вручную выключатель краник заслонка больше ничего нет были у меня стартерные мотособаки аккумулятор вечно садится все равно приходится сюда все это дело ходить переключать проще подошел дернул также и все и как бы чем меньше наворотов тем надежнее техника становится глушитель доработали приварили вот такой вот отвод в сторону чтобы в лицо выхлоп не летел также в карбюраторе поставили специальную там есть прокладочка в кранике резиновая изначальная двигателя и тире не рассчитаны на наши морозы поэтому прокладки стоят которые начинают течь резинка дубеет воткнул сюда нормальную резинку проблем нет всю зиму проездил заводится отлично по расходу топлива где-то 3 литра примерно в час съедает данный мотособак если по накатанный пустой тогда меньше даже будет что понравилось конструкции двигатель быстросъемный получается 4 болта ослабляешь вместе с площадкой двигатель снимается можно его отдельно перевозить или на какую-то другую технику переставить быстро вообще классно ремень вариатора натягивается двигателем то есть его можно в двух плоскостях двигать вправо влево назад вперед этим натягивается ремень вариатор сафари цепь поставил усиленную японскую с сальниками со смазкой внутри натягивается площадкой ведомой части вариатора тоже оригинальная конструкция очень просто вверх вниз все там специально такой натяжитель все просто доступно капот скинул чмяк чмяк все там над регулировал натянул фару поставил очень хорошего качества бьет очень хорошо работает от катушки без аккумулятора на заведенном двигатель включаешь даже практически не мерцает я бы сказал на оборотах когда малый оборот это да конечно помыргивает но в целом простейшая конструкция и все ремонтопригодные надежно по нашему багажник отдельно сделал поставил здесь входит рыболовный ящик либо там какие-то вещи можно сложить подпружиненный руль удобно ездить руль складной у них можно его тут винты ослабляешь раз его сложил тут все делал тоже сам курок газа тайги пластиковый тормоз стоит с ручником то есть ставишь на ручник потом заводишь чтобы не укатился никуда ну и тумблер кнопка выключения чека безопасности все присутствует по каким-то поломкам в процессе эксплуатации ничего такого у меня не было за исключением вот что с рамой у меня вышел такой конфуз который я быстро решил но опять же виновата тут дтп если кого-то влупиться на той же машине или на мотоцикле также все погнешь да и будешь потом ремонтировать но в целом по езде как на классической мото собаки с 500 гусеницей так же самый едешь да едешь по накатным дорогам таскаешь все что угодно можно сюда поставить модуль толкач лыжный модуль прикрутить все это в продаже имеется но я не стал с этим заморачиваться у меня потому что есть еще один мотобуксировщик который толкач 2 гусеничный большой мощный поэтому смысла я для себя лично не увидел решил я данный мотобуксировщик не оставлять следующий сезон потому что на 2 я ездить одновременно не успеваю место в гараже занимает стоит поэтому если кто-то заинтересуется покупкой моего мотобуксировщика телефончик будет в описании либо звоните мне либо пишите на ватсап в комплект продажи пойдет у меня весь букс вот как он есть плюс отдельно есть еще запас глушитель и бурановские 500 и тележки три штуки ну там некоторые по моему паску под заклинившие подшипники катки там под разбитые но это можно сюда заменить если надо будет воткнуть бурановские тележки как бы будут они на двигатель гарантия то ли два то ли три года документы тоже будут с ним для защиты двигателя имеется тряпочный чехол спасает иногда когда едешь после того как ночью снег прошел бываешь все заметает задувает ну чехольчик помогает в этом деле если кому-то в другой регион нужно будет отправлю транспортной компании а Субтитры сделал DimaTorzok